здравствуйте уважаемые подписчики и зрители канала про цветок мы находимся на огороде марина геннадьевна и в этом видео будем поливать перцы и баклажаны прежде чем принимать решение о том стоит поливать перец или нет необходимо посмотреть в каком состоянии находится земля земля земляной ком очевидно что здесь земля сухая и полив необходимо однозначно проводить также необходимо смотреть на состояние листьев если они теряют тургор начинают под начинают увядать то это также является сигналом к тому что необходимо поливать перцем если вдруг вы увидели такие пожелтевшие листья то не опасайтесь это не заболевание это те листья которые уже растению не нужны и от которых растение самостоятельно постепенно избавляется то есть она их сбрасывает итак возвращаясь к поливу надо сказать что перец влаголюбивое растение у него поверхностная корневая система поэтому необходимо поливать более мелкими дозами и часто из расчета около двух литров на одно растение если она как в нашем случае плодоносит и светит если она уже начинает краснеть то тогда количество литров будем сокращать до литра полтора под одно растение также необходимо мульчировать почву и и реже вмешиваться в корневую систему потому что корневая система поверхностная у перца поэтому лишний раз пропалывать и лишнее испарение влаги здесь не имеет место быть если температура воздуха в дневные часы превышает 30 32 33 градуса то тогда поливается лучше утром если температура воздуха нормальная там порядка 20 24 то можно поливать и утром и в обед и вечером но опять же поливать дозировано частота полива в перцев должна быть раз в день или хотя бы раз через день продолжаем поливать наши посленовые культуры в этот раз баклажан он также как и перец поливается по схеме более мелко но часто буквально до того момента пока не начнет завязывать плоды к тому моменту когда баклажан начинает формировать плоды у него корневая система из поверхностных слоев уходит в более глубокие поэтому баклажаны на момент налива плодов необходимо поливать более обильно и не так часто скажем не через день а уже раз в два в три а то и в пять дней зависимости от температуры окружающей среды и от влажности почву также не надо пугаться желтых листьев нижнего яруса которые уже отработали себя и растения нормируют количество листьев и будет их постепенно сбрасывать данный баклажан мы польем ориентировочно двумя литрами воды под корень придерживайтесь этих коротких рекомендаций оставайтесь на канале про цветов и смотрите дальше наше видео до новых встреч